Здравствуйте, меня зовут Юра, образованный пример-врач, работаю на ней теперь в компьютерной фирме, поэтому, казалось бы, странно было для него, почему-то это труд, почему это физика, и какое отношение вообще в принципе имеет к теоретической физике в общем, и к теории структур в частности. Но дело в том, что я с детства достаточно серьезно напыкался и, как сейчас можно говорить, фанател от физики, до сих пор стараюсь идти за современными научными тенденциями, исследованиями, и недавно, несколько месяцев назад, я разговаривался с моим товарищем, который закончил физический факультет, интересуясь всеми этими вещами, начал интересоваться о современном состоянии физической науки, оказалось, что он до сих пор считает, что электронные это маленькие шарики, которые потом на планете крутятся вокруг ветра. Что, как я считаю, заставляет известных физиков типа Гейзенберга или Шрёдзенгера, в котором тем не менее высокотеростей, превращаться в гробу, потому что это совершенно ложное представление, не имеет ничего общего с современными физическими понятиями. И, кроме всего прочего, я начал спрашивать у других знакомых, которые, ну да, теория струн, что-то слышали, где-то какие-то струны, но не более того, в внятном ответе никто не дал, за причину одного человека, который сказал, а там что-то еще с измерениями, я вообще ничего не знаю. Дело в том, что примерно в это же время я по радио совершенно случайно услышал лекцию какого-то московского профессора, московского университета, которая сказала, что с его точки зрения любой образованный человек должен иметь представление теоретическое. Понятное дело, что они разбираться в формулах, не говорятся глубоко, но иметь представление. Собственно говоря, так поделась идея этой лекции, дать общее представление. Понятное дело, что глубоко не буду копать ни в теорию струн, ни в М-теорию по двум причинам. Во-первых, что не хватит не только получаса, но, пожалуй, тела академического дня, чтобы как следует объяснить все это дело. Во-вторых, это очень математически сложные вещи. Действительно, я не буду брать до сих пор большинство формул, особенно которые в современной теории, я сам не понимаю, хотя очень долго сидел и выводил их. Но хотя бы частично я буду рассказывать больше про теорию, про ее развитие, и через это я надеюсь, по крайней мере, дать основные понятия. В общем, как говорил Стивен Хокинг, когда-то он говорил, что любая формула в научно-популярной книге сокращает число читателей вдвое. Думать, что научно-популярные лекции это также касается, поэтому формул практически не будет. Одна формула будет. У Мортина тогда 1. Да, 1. Я равен nc квадрата, у меня была одна формула, у меня будет чуть-чуть другая, но не очень важно. В общем, начать разговор про теорию струн нужно очень издалека. Вот эти вот два человека в свое время поставили на уши полную теоретическую науку, и начать разговор хотелось бы с курьеза в 1885 году. Максу Планку, вот он, собственно говоря, тот, который Эйнштейн, декан фактического факультета Мюнхенского университета, очень сильно не советовал заниматься теоретической физикой. Потому что он ему сказал, вы знаете, молодой человек, физике уже все открыто, остались какие-то мелочи, которые в течение 3-5 лет, может быть, закроют, и все физики пойдут уборщиками. Потому что физика закончится как науку. И по нейронии судьбы, именно этому человеку Максу Планку суждено было стоять высоко теорий, о которой уже больше лета ломают копьи и головы огромное количество ученых по всему миру. У этой теории даже точная дата рождения, чем не каждая теория может похвастаться, это 14 декабря 1900 года, когда Макс Планк на собрании физического немецкого общества зачитал свой знаменитый доклад, в котором постулировал, что в уникране для всех элементарных частиц поглощение и излучение энергии может происходить только порциями. То есть не постоянно, а порциями или квантовыми. Собственно говоря, это и есть дата рождения квантовой механики. А Эльбергенштейн в 1905 году представил свою специальную теорию относительности. В 1915-16 годах разработал и напечатал общую теорию относительности, которая на данный момент является наиболее проработанной теорией гравитации. То есть общая теория относительности – это теория гравитации. Она объясняет почему. Яблоко упал на голову гетона, грубо говоря. И она хорошо проверена экспериментально и постоянно рутинно пользуется основной. Тут вообще необходимо пояснить, что такое в принципе теория. То есть часто можно услышать такую фразу «это всего лишь теория». Что тут не притча выяснится какая-то. В основном это можно услышать, конечно, про теорию зарождения жизни, обеогенец, про теорию эволюции. Но тут люди путают понятия «теория» и «гипотеза». Гипотеза, да, это нечто умудрительно-эфемерное, действительно не имеющее доказательств, о чем можно «бла-бла-бла-бла» без привычного долга. Но когда гипотеза получает воспроизводимое экспериментальное подтверждение, она превращается в теорию. То есть как только несколько человек в разных условиях, в разных точках, получают результат, о котором говорит эта гипотеза, она превращается в теорию. И еще одно очень важное свойство теории – это предсказательность. То есть она может предсказывать какие-то явления, которые могут быть получены экспериментально. Тут для чего я это говорю? Нужно понимать, что квантовая механика и теория относительности, они являются не просто физическими абстракциями, или какой-то игрой эмофизиков просто на бумаге, они постоянно применяются в реальной жизни. Кто скажет, где применяется квантовая механика? Есть идеи? В квантовых компьютерах? Классно, да, в квантовых компьютерах. Но правильный ответ на этот вопрос – везде. Потому что квантовая механика – это теоретическая основа полупроводниковой электроники. В любом приборе, в этом проекторе, в ваших телефонах, в ваших компьютерах, без квантовой механики не было бы ни одного электронного прибора. Квантовые компьютеры, которые сейчас пытаются обрушить всю современную систему шифрования, но с другой стороны есть, опять же, очень динамично развивающееся квантовое шифрование сейчас, даже внедряется. То есть это теория, которая реально работает и многократно подтверждена на практике. Это тот же самый сканирующий туннельный микроскоп, который является микроскопом, в самом большом разрешении ему позволяет видеть отдельные атомы. Или тот же самый лазер, которому я могу посвятить на создание квантовой механики. Он работает на квантовых принципах и подтверждает принципы квантовой теории. Еще одна очень важная вещь, что квантовая механика обладает принципом соответствия. Что это значит? Что на макро-уровне квантовые объекты, когда взаимодействуют с объектами макромира, то есть с нами, собственно говоря, с этим стулом, со мной, с каждым из вас, теории формулы квантовой механики, они выраждаются в обычную механику нектона. То есть квантовая механика ни в коем случае не опровергает классическую механику, которую мы учили в школе, а только ее дополняет на микро-уровне среди микрочастиц. По поводу теории относительности. Где применяется теория относительности? GPS. Правильно. Самый популярный, безусловно, самый известный вариант – это GPS. То есть спутник движется, соответственно, с относительно земного наблюдателя, у него должно быть заметнение времени. Такое заметнение существует, оно измеренно составляет около 7 микросекунд в сутки. С другой стороны, гравитация там, где движется спутник, меньше, чем на Земле, потому что он находится дальше, значит относительно земного наблюдателя часы в нем должны идти быстрее. Действительно, такое ускорение существует около 45 микросекунд в сутки. То есть если бы не вводились в часы на спутнике поправки теории относительности, за день очень сильно уплывали бы часы, за счет очень высокой скорости света позиционирование разбивалось где-то в районе 15-20 км в сутки, что, естественно, не приедет. О чем это говорит? То, что теория относительности подтверждена на практике и она работает. Ну, казалось бы, по большому счету, чего еще надо? Зачем извлекать какие-то струны? В середине 20-го века были три физические теории, которые фактически объясняли весь мир. На микро-вровне работает квантовая механика. Окей, прекрасно, метократно подтвержденная опытами, экспериментами, предсказанные эффекты есть, мучиливый опыт Юнга, опыт с обложенным выбором. Все работает, как предсказала квантовая механика. С другой стороны, на космических масштабах при высокой гравитации и скорости работает теория Эйнштейна. Тоже все подтверждается. Процессия орбиты Меркурия. Отлично. Взяли атомные часы, вокруг Земли провезли. Да, есть замедление времени. Все подтверждается. И в нашем обычном мире работает обычная ньютоновская механика, которую мы учим в школе. Чего еще надо? Нафига какие-то струны? Но проблема в том, что как только квантовая механика пытается совместно с теорией относительности описать какой-то объект, обычно это касается либо микромира, либо в экстремальных условиях, например, как в черной дыре, получается полная чушь. То есть квантовая механика и теория относительности между собой совершенно не сочетаемы. Что естественно не может быть правильным, так как две верных теории не могут одновременно между собой конфликтовать. Вызвано это тем, что общая теория относительности полагает пространство гладким, то есть пустым, там где ничего нет. А квантовая механика понятия пустого пространства не существует в принципе. То есть на микроскопическом уровне всегда происходит так называемая квантовая клуктуация. То есть это постоянное рождение и распад разных частиц. Пространство все время как бурлит. Там никогда не бывает пустоты. Вторая причина в том, что в общей теории относительности пространство является полигоном для объектов, которое постоянно с этими объектами взаимодействует. Так как гравитация является метрикой искривления самого пространства. А в квантовой механике пространство ни с чем, собственно говоря, не взаимодействует. Ну пространство и пространство. Просто как контейнер для элементарных частиц. И для общей теории относительности есть еще большая проблема, что невозможно проквантовать гравитацию. То есть найти квант, то есть величайшую частицу гравитации. Потому что в общей теории относительности гравитация полагается свойством самого пространства. Потому что его преобразование. Ну и масштаб трагедии в этом случае можно себе представить. Я упомянув о том, что Макс Планк, отец квантовой механики, до конца жизни так сам квантовую механику и не принял. Постоянно приоритировал с ее сторонниками. Несмотря на то, что в 1918 году получил за него многое бесплатное. Альбертенштейн до конца жизни терпит у него квантовую механику. Есть несколько, как сейчас бы сказали, мемов, которые он говорил. Альбертенштейн, в частности, кошмарное дальнодействие по поводу квантовой телепортации. Или Господь Бог не играет с природой в кости. Само интересное, его тоже правда. Допустим, альбертенштейн находится в поле Планк. на данный момент фундаментальное взаимодействие, т.е. гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Сильное и слабое – это взаимодействие элементарных частиц. Ну, сейчас еще выделяем пятое взаимодействие в связи с последней беседностью – это поле Хиггса, но к тебе не относится. В общем, первый звоночек, как сказать, теории струн, или, пардон, заколомбован первый аккорд, теорию струн прозвучал в 1968 году. Два физика, Габриэля Винсана и Махико Сузуки, пардон, обнаружили, что процесс столкновения двух элементарных частиц, которые являются сильным взаимодействием, двух пи-мезонов, или, как прочее называют, пионов, он очень точно описывается в бета-функции Эйлера, Леонард Эйлера вывел ее в 1730 году. Т.е. вы можете себе представить шов ученых, когда узнали, что взаимодействие элементарных частиц на микроуровне была формула 18 века, когда в элементарных частицах даже никто не имел ни малейшего представления. Вот, Леонард Эйлер гениальный, шведский, немецкий и даже российский. Математиком в России долго работал. Я, кстати, когда готовился к этой лекции, в Кикипедии нашел огромный список объектов, названных в честь Леонарда Эйлера. То есть весьма плодовитый был мужик, но здесь тоже оставил свой след, несусловно. Так вот, в чем фишка? В 18 веке, естественно, эта функция не применялась для описания элементарных частиц, а применялась для описания колебаний натянутых струн. И физикам стало достаточно интересно, как это элементарные частицы, причем здесь колебания струн. И в 1970 году группу ученых, там их 6 человек, я не буду называть по именам, потому что ни один из них неизвестен, на самом деле не узких физических кругов. Оно выпинуло идею, что вот эти сталкивающиеся частицы, они связаны тонкой невидимой струной. Именно поэтому, их можно описать в этой функции Эйлер, они начали описывать эту струну формулами квантовой механикой, и опять получили ту же самую формулу, которая описывает колебания натянутой струны. И таким образом, вот в начале 70-х годов появились модели, в которых элементарные частицы представляются в виде струн, которые вегируют и, соответственно, переносят энергию. Я, как гитарист, не мог не вставить этот слайд, он здесь совершенно не нужен, но пусть отбудет этот этап с ним. Первые исследования сразу показали, что теория струн достигает очень больших успехов в описании имеющихся явлений. И сразу она может свести все четыре известных фундаментальных взаимодействия к колебанию струны с одновременным переносом энергии. И больше всего физикам импонировало то, что теперь можно было заглянуть в глубину пространства и в глубину элементарных частиц. В каком смысле? То есть, если раньше был вопрос, почему гравитационная постоянно именно такая? Почему постоянно планка именно такая? Почему масса протона такая или другая? Раньше они могли сказать, что вот так вот случайно получилось в процессе большого взрыва, в процессе развития Вселенной. Некоторые, да, действительно, в научных работах писали, что так назначил Господь элементарным частицам. То сейчас, за счет различных колебаний у струны, за счет того, что у любой струны есть резонанс, за счет аккордов этих струн, когда несколько струн в разных резонансах начинают звучать, ну, это, естественно, микро-миллии, условно, можно было объяснить, почему, например, протон имеет вот такую массу. Потому что это такой резонанс одной струны, второй резонанс второй струны, и за счет этого сочетания получается вот такая масса. И, кроме того, теория струн давала большую надежду на объединение общей теории относительности и квантовой механики в рамках единой теории. Потому что при расчетах выяснилось, что вот колебания этих струн, они способны уравновешивать и гасить вот эти самые квантовые флактуации на микроуровне. То есть, соответственно, пространство становилось пустым, за счет чего можно было погружить общую теорию относительности и квантовую механику. Но при глубоком изучении выяснился большой косяк, что в формулах, при вычислении, при развитии этих формул, появлялась такая частица, как тахион. Ну, кто чуть-чуть хотя бы знает математику, скажу, что квадрат его массы был отрицательным. То есть, у него получалась мнимая масса, что не лезла вообще никакую математику. И более того, согласно этим формулам, он должен был двигаться быстрее скорости света и в некоторых даже формулах на него нарушать причинности. Но мы договорились, что общая теория относительности работает и общая теория относительности правильная. Соответственно, быстрее скорости света двигаться ничего не должно. И поэтому эту теорию на некоторое время забыли. Тем более, что в теоретической физике на тот момент началась эра квантовая динамика, которая конкретно описывала сильное взаимодействие за счет того, что каждая элементарная частица, у каждого Кларка, точнее, существует свой цвет. И там красивые такие радуги получались, сочетания цветов. Ну, в общем, эта теория хорошо согласовывалась с практикой, подтверждалась экспериментами. И до 80-х годов практически теорию струн забыли. Общая масса физиков. Но отдельные физики продолжали ее разрабатывать. И в 1971 году была представлена теория супер струн. Обновленная теория. То есть там был вопрос в чем, если первая теория включала в себя только позоны, то есть частицы с церной спины. Не буду сейчас углубляться в то, что такое спину, потому что это тема вообще отдельной лекции, очень большая сложность. Грубо говоря, термион – это частицы, из которых состоит материя. Бозоны – это частицы, которые переносят взаимодействие. Если первая теория включала в себя только бозон, она, кстати, развивается сейчас, она называется теория бозонных струн, где пройдется выше стерной спины. И предполагалось, что вот эти двух струн играется только переносчиками взаимодействия между частицами. То в теории супер струн включили и формион. Предположив, что весь наш мир, вся наша материя состоит из тонких колеблющихся струн. Каждая элементарная частица соответствует своему струну, которая звучит на определенном тоне, на своем резонансе. Ну и получилось, если включить формион и пересчитать все равнение, оказалось, что тахион исчезает и становится совершенно ненужным. Это уже был большой плюс, безусловно. Но, опять же, мне обошлось без проблем и здесь. Дело в том, что теория супер струн предполагала такую вещь, она предполагалась и раньше, но здесь она конкретно выходила из математических формул, что называется супер симметрия. Что такое супер симметрия? Что каждому известному фазону должен соответствовать свой формион. Фазоны были известны на тот момент очень много. Они были наблюдать в экспериментах. А вот проблема в том, что супер симметричных формионов никто никогда не наблюдал. Ну а физики нашли этому объяснение. Дело в том, что по формулу получалось, что эти супер симметричные формионы обладали огромной микронитромассой и очень короткое время в жизни. Поэтому, собственно говоря, было невозможно найти. Для того, чтобы их зарегистрировать, нужны были огромные энергии для того, чтобы получить большую массу. Ну и, собственно говоря, нужно взять, другу говоря, две легких частицов, агнать их до почти световых скоростей и столкнуть. Чтобы в результате получилась большая энергия. И получился за счет большой энергии и большая массы какой-нибудь из супер симметричных формул. Собственно говоря, я говорю о большом патронном коллайдере. Потому что, действительно, одна из его задач – это поиск супер симметричных формионов, которые, если бы их нашли, это было бы очень хорошим прямым доказательством предсказаний в теории супер спорта. Но супер симметрия – это была не единственная проблема. Когда начали пересчитывать формулу, оказалось, что вот эта вот теория спорта совершенно не дружит уже на этот момент с квантовой механикой Макс Апланка. Потому что она начинала выдавать скороятности меньше нуля или больше единицы. Что, естественно, полная чушь. Ну и тут помощь пришла, как говорится, откуда не ждали. Опять вернемся назад, в 1919 год, этот малоизвестный, когда никому неизвестный математик Теодор Канутсер в 19-м году прислал Эйнштейну свою работу, которая предполагала, что наш мир, он не трехмерный, а, может быть, четырехмерный. Зачем нужно четвертое измерение? Он объяснял, потому что, по его расчетам, если добавить четвертое измерение, то общая теория относительности Эйнштейна начинала совпадать и показывать правильные результаты вместе с электродинамикой Макс Апланка, обычно. Чего в трех измерениях добиться было невозможно. Справедливо старается Эйнштейн, но уже весьма не глупый. И, несмотря на то, что он только что придумал совершенно разрывающую теорию, он принял это к сведению и рекомендовал работу Колумбца к печати. И, более того, в своей работе над общей теорией всего, над общей теорией поля, он использовал его работы, но, как мы уже знаем, к сожалению, у него ничего не получилось. А в 1926 году был такой физик Оскар Клейн, это не тот, который придумал бутылку Клейна, но, тем не менее, близкий работает с четвертым измерением. Он предположил, что, да, действительно, мир может быть четырехмерным, то есть четыре пространственных измерения и одно номерное, но мы не замечаем этого четвертого измерения, потому что оно свернуто очень сильно, и зациклено само на себя, то есть на микроскопическом. То есть все наши длина, высота, ширина мы измерения видим, а вот четвертая, в каталоге называют ее обычной мурмина, мы его почувствовать не можем, потому что он свернут и зациклено. Ну, теория получила название «пятимерный мир Калуцци-Клейна», четыре измерения пространства плюс Лейна, пять измерений в итоге получается, и была практически забыта, ну, потому что тогда было немножко не до того, дурное развитие квантовой механики, вторая мировая война, атомная бомба и так далее. Но, окажутся, вспомнили в 80-х годах, когда теория Суперструн зашла в пик. То есть это вот не соответствует Суперструн с квантовой механикой, и с Владимира Калуцци-Клейна, потому что все получалось, вот кроме такой вот мелочи, как несовпадение. Ну и подумали, если четвертое измерение помогло примирить когда-то электродинамику Максвелла и общих телеразместителей Эйнштейна, почему бы не сработало это и в этот раз. И попробовали добавить четвертое измерение. Тут четвертменный гиперклуб, он называет это С-40 еще. То есть при добавлении четвертого измерения у них начало что-то получаться. То есть часть противоречий исчезла, но часть осталась. А давайте добавим еще одно измерение. Физики пересчитали все еще раз. Часть противоречий исчезла, часть осталась. В итоге в физике ввели девять пространственных измерений. И когда форму мы начали пересчитывать в девятимерном пространстве, оказалось, что общая теория относительности, квантовая механика и теория струк начали соответствовать друг другу. Это вот страшная штука, что основной успехом... То есть в смысле мы живем в девятимерном пространстве. Три, как мы видим, ощущаем вокруг нас. Остальные шесть, как говорил Лейбинс, вернуты и зациклены в микроскопических масштабах, поэтому мы их не видим и не чувствуем. Основным успехом этой теории явилось то, что физикам удалось в нормальном виде формулу установить общий вид этих шести свернутых измерений, которые были необходимы для того, чтобы в остальных трех мир был похож на то, что существует вокруг нас. Сказалось, что этот вид соответствует комплексному благообразию под названием пространства колония. То есть без этой картинки не отходится ни одна лекция по теории Супер-Супер-Супер. Вот эта вот штука, она примерно подпоказывает проекцию на двухмерную плоскость, как могли бы выглядеть вот эти шесть свернутых измерений. Проблема в том, что общий объект вычислить был общим, а конкретно какой, то есть если привести пример из нашей жизни, это может быть машина, а какая конкретно машина можно было выяснить только путем постановки конкретного эксперимента. Проблема возникла не единственная, потому что в середине 80-х физики-теоретики выяснили, что Супер-Супер может быть включена по теорию Супер-Супер-Супер пятью разными способами, что в итоге дает пять различных теорий. Соответственно, хотя из логики не может быть пять одновременно верных теорий, потому что они разные и другие противоречиваются все же. Начали выяснять, какая из этих теорий правильная и что делать с остальными четырьмя. Понятно, потому что они вроде тоже правильные и выведены оттуда же. И, собственно говоря, какая из этих теорий не соответствовала бы реальным наблюдениям. И вот возник такой мужик, которого звали Эдвард Виктор, и в середине 90-х годов его только синего. Что если добавить еще одно пространственное измерение, то все эти пять теорий Супер-Сструнда оказываются вариантами предельными случаями одной единственной одиннадцатимерной М-теории. Это вознаменовало себя вторую Супер-Струнную революцию! Оказалось, что введение еще одного измерения прекрасно вкладывается в ложе и в общей теории относительности квантовой механики, более того, снимает очень много проблем окопившихся теоретически к тому времени уже в теории суперструн, и успешно свозит вот эти вот пять суперструнных теорий в одну единственную в этом теории. Переименование, в принципе, было обгандовано, потому что струны, как таковые, оказались не единственной возможностью в пространстве, показалось, что струны могут быть не только одномерными, как на детали, но и двухмерными, их назвали мембранными, то есть вот как простыня вот такая, а это пока еще можно представить, а вот трехмерная струна и четырехмерная струна представят себе уже немножко сложнее. Ну, называют их, вот, обычную струну из первой теории один брана, двухмерную струну их простыняет два брана, ну и так далее, и тому подобное. Вопрос, исходя из вышеизложенного, есть варианты, что означает М-теория, почему М-теория? М-брана. В общем, среди теоретических физиков стало игрой ума, упражнением остроумия. придумывать новое название, то есть там были такие мистическое, логическое, материнское. Но более серьезные, но часто шифровки, это матричные или мембраны. А из таких вот смешных версий была, что М может быть перевернутой первой буквы фамилии Виттен, собственно говоря. Ну и миссин недостающая, или марки, что значит мутные. Очень похоже, на самом деле, на мутные, да. Вот. И небольшой итог всего этого. На данный момент ведущей теорией является М-теория – одиннадцатимерное пространство, многомерные струны. Струны могут быть не только протянутыми, то есть всеми для человека, но и санкнутыми, более того, пересекаться между собой и образовывать красивые загадочные фигуры. Для того, чтобы мы имеем такое огромное количество элементарных частиц, которые мы видим на ускорителях, коллагерах и так далее. Сейчас санк-теория является наиболее динамичной действительно развивающейся физикой физики. Буквально в каждые пару месяцев проходят какие-то информации о новых открытиях, новых прорывах. Ну, прорывах горизонтальных, то есть пока качественного скачка пока еще нет, а вот середины 90-х летов. Я объясню сейчас почему. Ну, и огромное количество физики действительно занимаются этим сейчас, потому что М-теория прецендует на то, чтобы стать единой теорией всего, которая могла бы объяснить все. Но, как у любой теории, как у любого научного исследования, есть свои плюсы и есть свои минусы. Начнем, как обычно, с минусом. Первое, то, что я уже напоминал, то, что я уже упоминал – это сверх-высокая сложность. Уравнения теории и струны, уж тем более М-теории, они настолько сложны, что физики оперируют сейчас исключительно приближенными версиями. Что, естественно, ну, не версиями, приближенными формулами, точность не добавляет. Более того, складывается такая ситуация, что для решения этих уравнений на данный момент даже не существует еще математических методов. То есть приходится что-то придумывать, изобретать на лету. И вообще на данный момент везде, где физика упрелась в тупик, на самом деле упрелась в тупик математика. Я уже даже не говорю про сверхсложную М-теорию с ее формулами. Пока еще даже задача трех тел, комбинационное взаимодействие трех тел, не решена до сих пор в общем виде, только частные есть решения. Хотя она была поставлена чуть ли в каком виде, чуть ли не Ньютона. Ну, и вот эта сверхвысокая сложность служит источником внутренних больших проблем. Первое – это экспериментальный вакуум. Что значит, на данный момент теория струн описывает явление настолько мелкого масштаба, то есть практически планковской, соизмеримо с планковским масштабом, планковский масштаб – это минимально возможное расстояние от чешенца. То есть планк пространства меньше, чем планковское расстояние, хоть не может. Напрямую экспериментально подтвердить выводы теории относительно общественного движения. Теория струн невозможна. Потому что для этого, так ради интереса подсчитано, что нужен не большой дом, на коллайдер с диаметром кольца 27 мм, а не определенный ускоритель с диаметром кольца примерно с подвигом вселенной. То есть естественно невозможны даже теоретически. На самом деле, само по себе это не приговор, то есть можно вывести какие-то макроскопические явления, которые будут косвенно подтверждать выводы М-теории. Но проблема в том, что при нынешнем математическом состоянии, которое описывает М-теория, невозможно даже предположить, куда копать и какие должны быть вот эти вот макроскопические явления. Поэтому ждем математиков и ждем математического прорыва, собственно говоря. И сейчас сложилась такая ситуация, что за неимением этого математического прорыва физики начинают, даже достаточно серьезные мастикеры физики, оперировать непроверенными данными, гипотезами, построениями, то практически гадать на какие-то иные вещи. И на самом деле, это КТН-теорию дискримицирует. И за счет этого появилось, не появилось, разрабатывается некоторое количество альтернативных теорий, претендующих на всеобщую теорию всего, например, теория фиктивой панковой гравитации, которая сейчас разрабатывается. Там тоже детективная история. Ну, в общем, и вторая проблема есть, которая вытекает из сверхсложенности. Это принцип соответствия. Принцип соответствия я уже важно упоминал. То есть эта теория должна не опровергать существующую физику, а на привычных нам расстояниях энергии гравитации сводиться к обычным уравнениям ньютона, к обычным уравнениям механики. И проблема в том, что способов сведения вот этих сумасшедших формул механики ньютона существует приблизительно 10 в сотой степени. То есть буквы. Чтобы вы понимали вообще размерность этого числа, количество частиц нашей вселенной предполагается в 80-е степени теории. То есть вариантов сведения. Ну, если бы эти формулы были окончательные, на самом деле, было бы такое количество вариантов, то теория погибла бы, даже не родившись, потому что ее невозможно было бы опровергнуть. Существует такое понятие, как критерий фальсифицированности. По Копперу. Вот такой физик Коппер, который я его придумал. То есть если теорию даже теоретически нельзя опровергнуть каким-то мысленным экспериментом, или реально существующим, то эта теория является ненаучной, лженаучной и так далее. Так как оперируется пока приближенное уравнение, ждем прорыва в математике, ждем, когда что-то может быть приведут, может еще пару зрений, и все получится. Но вот пока на данный момент эта теория находится в таком подвешенном режиме. Но, естественно, у нее есть и плюсы. Первый, самый первый плюс, это снятие основной проблемой физики 20 века, с чего я, собственно говоря, начал свой рассказ, это примирение в ванковой механике и в общей теории относительности, которая описывает. Это я уже говорил. Это примирение является сочетание основной современной физикой задачи на данном этапе. Второй плюс большой теории – это избавление от такого понятия, как сингулярность. Если кто-то интересовался физикой, сингулярность, согласно вообще теории относительности, это бесконечное искривление пространства, на бесконечном уровне. Физика не обилирует такими понятиями, как бесконечность. То есть в черной дыре сингулярность, там все, что туда входит, ничего туда не выходит. Вот она сжимается в бесконечную точку, все, что туда попадает. Согласно этой теории, можно себе представить струну, которая сжимается, 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 сокращается, и когда доходит до определенного предела, как я уже говорил, до планковской длины, она начинает выборачиваться в другую сторону. Это вот на пальцах можно объяснить примерно так. То есть сингулярность формул исчезает. И третий, и самый главный плюс кем-теории, почему на ней работают сейчас огромное количество физиков и математиков, это шанс стать единой теорией всего. То есть если удастся все-таки довести работу на этой теории до конца, вывести непротиворечивую теорию с конечными точными уравнениями, имеющими решения, она будет претендовать название этой единой теории всего, потому что будет включать в себя все известные на данный момент взаимодействия. Я повторюсь вот так. Сильное взаимодействие, слабое, электромагнитное и гравитационное. А гравитацию до этого ни в какую-то другую теорию впихнуть никак не удавалось, кроме как общую теорию относительности на что-то. Ну и закончить бы хотелось, конечно, на положительной ноте, потому что все-таки были решены в последнее время несколько так называемых нерешаемых, нерешенных проблем математики. В частности, вот известный Перенбан, который отказался от премии Филса за свое открытие. Ну не исключено, что найдется еще раз и такой гений, который подменит эту теорию еще вперед. Поэтому в конце я написал мне конец. Let's be continued.